МИФЫ О ПАДЕНИИ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ и Американской коллективной памяти об этой реликвии Холодной войны. Своими соображениями она делится с читателями в книге после Берлинской стены «Память и создание новой Германии с 1989 года до наших дней». МИФ 1. Берлинская стена состояла из одиночной стены. На самом деле было две стены, отделенных друг от друга почти 150-метровой полосой смерти, где размещались вооруженные охранники с собаками, наблюдательные вышки, прожекторы и колючая проволока. Там действовал приказ стрелять на поражение. МИФ 2. Возведение Берлинской стены. Идея Советского Союза. В 1952 году Советский Союз закрыл немецкие границы. Но поскольку Берлин был под контролем еще трех держав – США, Великобритании и Франции, СССР не стал принимать никаких действий в Берлине. Когда западная часть города стала убежищем для недовольных немцев из восточной части, лидер Восточной Германии Вальтер Ульбрихт решил закрыть ее. СССР заявил, что сооружение границы в Берлине – это жесткое и технически невозможное решение. Несмотря на это, Ульбрихт 8 лет продолжал подготовку к возведению стены, пока в 1961 году новый лидер СССР Никита Хрущев все-таки не дал официальную отмашку на ее возведение. МИФ 3. Президент США Рональд Рейган заставил разрушить стену. Многие американцы считают, что призыв Рональда Рейгана в июне 1987 года в Берлине «Господин Горбачев – снесите эту стену» привел к ее падению в 1989 году. Однако реформы Михаила Горбачева в советском блоке и действия немцев в Восточном Берлине были гораздо важнее, чем слова Рейгана. МИФ 4. Стена была разрушена 9 ноября 1989 года. В ночь на 9 ноября и в последующие недели власти Восточного Берлина крушили куски стены, чтобы создать больше пунктов пропуска на границе. Официальный снос стены начался летом 1990 года. Понадобилось почти 2 года, чтобы удалить укрепления в самом Берлине и 4 года, чтобы демонтировать их вдоль немецкой границы. Сегодня, кстати, в США выставлено больше фрагментов Берлинской стены, чем в самом Берлине. МИФ 5. Немцы, как и остальной мир, с восторгом празднуют падение Берлинской стены. На самом деле немцы относятся к этому событию неоднозначно. В конце концов, они расстреливали собственных сограждан, чтобы помешать им покинуть Восточную Германию. Для многих жителей Востока объединение Германии оказалось сложным периодом, связанным с высоким уровнем безработицы и чувством тревоги. Еще одним фактором, осложняющим праздник, является то, что 9 ноября отмечается в немецкой истории, как «Хрустальная ночь» или «Кристаллнахт». В этот день, в 1938 году, фашисты совершили кровавый погром домов, синагог и магазинов, принадлежавших евреев на территории всей нацистской Германии и части Австрии. Тяжесть нацистского прошлого не всегда позволяет немцам пребывать в праздничном настроении и гордиться всеми моментами немецкой истории. Текст публикуется в журнале «Use the Time» в январе 2015 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.